Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007 и добро пожаловать в новый сезон корейской Global Starcraft 2 Лиги! Третий сезон 2023 года стартовал на этой неделе и мы будем разбираться, что же там такого интересного произошло, потому что на самом деле, конечно, происходящие события уже вот в первых группах и даже в самой-самой первой группе, в самом первом матче нового сезона GSL, это нечто совершенно экстраординарное, тут даже, знаете, слово неожиданное как-то, ну, совсем не смотрится. Абсолютно невероятные вещи здесь происходили, так что давайте разбираться вместе с вами. Семикратный чемпион GSL, абсолютный рекордсмен этого турнира, ну и действующий победитель Global Starcraft 2 Лиги, чемпион второго сезона GSL 2023 года, Maru в правом нижнем углу. Мару первый номер, фаворит всего турнира и его соперником в первом поединке стала Scarlett. Scarlett, которая, ну, естественно, не могла никоим образом считаться фаворитом, не то что всей группой этого матча и вообще были сомнения, что она сможет хоть один сет взять в противостоянии с топовыми корейскими игроками. Но в итоге, уже в первом сете, в стандартной макроигре, в которой ничего сверхъестественного там не происходило, победу одержала именно представительница Канады. Scarlett оказалась сильнее на карте Alkeon. И вот сейчас мы будем смотреть второй сет на карте Side Delta. В принципе, ну что можно сказать там по итогам первого сета? Допустим, Maru просто недооценил свою соперницу, и теперь пришло время каких-то самых сильных стратегий от корейского Терена. Пришло время уже отбросить фактор недооценки и серьезно взяться за дело. Чего, собственно, мы все и ждем от Maru здесь на сайт Delta. Это Maru, как мы видим, играет барак командный центр, плюс три барака, тактика в четыре барака. Это то, что мы уже неоднократно видели, видели от многих корейских игроков, включая Maru. Ну и в ней нет ничего особенного. Просто четыре барака с большим пехотным пушем, который, если зерк не разведает, безусловно, будет не так уж и просто остановить. Вот этот бункер, мне кажется, должен продавать идею, что Maru идет в три командных центра. Потому что, в принципе, если ты играешь какую-то агрессивную стратегию с двух баз, то тебе как будто бы абсолютно необязательно этот бункер ставить. Ты без бункера, скорее всего, будешь отбиваться просто за счет количества марпехов. И Скарлетт после того, как потеряла старт у Оверлорда, в общем-то, ничем кроме собаки этой несчастной разведать не может. Поэтому, в принципе, информации у Скарлетта происходящим очень мало. Ну и Maru мы видим очень аккуратно. Так выходит вперед. Маленькая группа мариков не палит полностью свою стратегию. Не палит, что у него тут мариков просто гигантское количество. Держит Скарлетт в неведении. И в целом игра идет именно так, как нужно для этой стратегии Maru. Корейский терн прям очень аккуратно все делает. Но обратите внимание, какая-то у него очень странная стенка. То есть он продал бункер, закрывается сапплаем. Но сапплай это здание чутяных размеров. И поэтому просто так стенка не закрывается. Тем не менее, Maru это, похоже, не смущает. Мы видим, что Maru... Вот так вот идет первая группа мариков. Он снова показывает очень небольшую группу. Группу, которая должна навести Скарлетт на мысль, что ей нечего бояться. Но Скарлетт, как мы видим, несмотря на то, что она там достроила еще пару дронов, она так-то заказывает большое количество зерлингов. И вы посмотрите, что делает Maru. Maru срывает вообще всех рабочих с натурала. Причем они идут по абсолютно такой недостижимой для Скарлетт траектории. Скарлетт кажется, что здесь только морпехи. А на самом деле здесь едут еще и ACV, то есть Maru до последнего прячет свой билд. У него стимпак, щиты и 36 морпехов, 36 ACV. Будем называть теперь этот билд 36-36. Ну и в итоге вот эти 36 приходят к Скарлетт на натурал. Скарлетт оказывается в соплай-блоке. Maru вкалывает стимпак. И Скарлетт пытается просто тянуть время, не давать сражения сопернику для того, чтобы действие этого стимпака истекло. При этом зернинги, как мы видим, перехватывают подкрепление Maru. Но Maru убил всех королев. И в итоге ситуация такая очень странная. Здесь Скарлетт пытается контратаковать собаками. И в итоге Maru там тоже был вынужден вколоть стимпак, который ему не понадобился. Ну а здесь Maru выбивает эволюшины с брудлингами. Нападает Скарлетт, пытаясь огромным количеством зернингов окружить морпехов. И получается очень недурно. Скарлетт удается окружить всех этих мариков. Она собрала достаточное количество зернингов, морпехи. Maru тают. Подходят новые, но мы помним, они уже получили урон от стимпака. Соответственно, их боеспособность сейчас находится под легким вопросом. И Скарлетт оказывается в ситуации, когда у нее 3 полностью раскачанных минеральных экономики. А у Maru 23 СВ. И я, конечно, могу переоценивать собственные возможности, но что-то мне говорит о том, что даже если меня посадить сейчас на место Скарлетт, довести игру до победы будет не так-то сложно. Maru на двух базах. На двух. Скарлетт снова шикарно перехватывает подкрепление. И эту группу морпехов она тоже окружает. Что Maru делает в чистом поле, непонятно абсолютно. Скарлетт очень неплохо здесь разменялась. Да, она в итоге потеряла своих собак, как будто бы. Но не забываем просто об экономическом соотношении сил. У Скарлетт там на main evolution заказан плюс один на армор. Maru, соответственно, пытается как-то восстановиться на своей 31 СВ. И пытается как-то переходить в макро. Но мы видим, что Скарлетт уже готова соперника наказывать за эту стратегию. Огромное количество собак у нее в заказе. Делается также лэйр. Но явно план Скарлетт не в том, чтобы переходить в затяжное макро. И ее можно понять. 112 лимита на 64. И вопрос, который очень хочется задать Maru в этой ситуации. А, собственно, зачем? Ну, то есть он 0-1 проигрывает в стартовом матче группы. И как будто бы после того, как он проиграл в первом сете в макро. Проиграл, не победил. Делать ставку на ол-ин. Это просто даже и непонятно зачем. И сейчас Maru снова куда-то пошел гулять своими морпехами. Куда и зачем? При том, что он видел вроде бы огромное количество зерлингов. Ну и естественно, Скарлетт в этой ситуации просто легчайше окружает войска Maru. Тут стенки никакой нет. Линги и Бейлинги забегают на натурал. И, в общем-то, все для Maru заканчивается. Вот так начинается новый сезон GSA для его действующего чемпиона. Бесславным поражением от Скарлетт. Нужно браться за ум уже в матче лузеров, в матче нижней сетки этой группы. Где Maru противостоял корейский зерк Solar. Maru справа сверху, Solar слева внизу. Мы на карте Алкион, на которой как раз таки Maru также Скарлетт проигрывал. Ну, здесь у Maru сразу дела пошли получше. Первый сет в игре с Solar он взял. Solar, кстати говоря, в своем стартовом матче группы проиграл Creator у ЗВП. И, соответственно, в матче винера у нас Creator и Скарлетт сойдутся. Этот поединок мы обязательно посмотрим. Ну, а пока Алкион, Maru против Solar. И у Maru очень интересная стратегия. На этот сет мы видим, что он как будто бы ставит стандартную стенку дома. Сапплай, барак, ну а дальше второй барак у него ставится в прокси. Как видите, вот вообще по этим билдам Maru я могу и по поводу всех остальных карт сказать то же самое. Это не только вот этого сета на Алкиона. Касается и предыдущего сета на Сайдельта. Вообще не возбудили ни Maru, ни корейских тернов, в принципе, новые циклоны. Ну, есть они и есть. Там некоторые терны, такие как Кьюр, пытаются их вписывать в свои билды. Некоторые, вот как Maru, вообще не обращают внимания на циклонов. И играют, в принципе, какие-то похожие стратегии на то, что было раньше. Solar ничего не знает об этом билде Maru. Ну и Maru, типа, не дает сопернику здесь поставить третью базу. Ну, как видим, это вообще не впечатляет Solar, который изначально для своей третьей локации выбрал, в общем-то, как будто более очевидную базу. Я понимаю, что там есть стенки из минералов, но их собрать довольно легко. В общем-то, даже непонятно, почему Maru решил, что база будет ставиться там. В итоге Solar спокойно ставит третью. Да, тут риперы серьезно очень напрягают зерга и заставляют того увезти дронов. И, более того, одного дрона даже удается забрать. Но пока это, конечно, недостаточный эффект. И самое главное, что непонятно, вот почему Maru так упорно блокировала постановку этой базы. Почему все это время здесь находилась ССВ. Но, наверное, это не так уж и важно. Дома у Maru командный центр, Factory. Все это прекрасно видит Solar своим оверлордом. Но Maru там не сильно от кого-то прячется. Здесь риперы очень серьезно урон наносят. Хэтчери пытаются выиграть максимум времени, нанести максимум урона. Красиво бомбочками они постоянно отбрасывают королеву. Maru очень здорово контролит здесь и может спокойно запрыгнуть на хайграунд. Просто нереальный урон Хате. Но Хата-то в итоге выживает и достроится. Вопрос теперь только в том, смогут ли эти риперы нанести еще какой-то урон. Ну и самое главное, сможет ли потом Maru нанести этой хэтчери дополнительный урон для того, чтобы все-таки ее уничтожить. Риперы оказались окружены. Maru, по сути, не имел возможности их спасти. Но последнего, разве что как-то он, честно говоря, странновато умер. Ну да ладно, здесь один барак улетает домой, второй барак и так был дома. Ставится Старпорт, третий командный центр. Делаются гелионы. Что? Стоп, секундочку, секундочку. Солар бежит сюда собаками. Здесь, обратите внимание, один барак уже пролетел и по-моему... Подождите, подождите, а что делал этот барак? Ну-ка, секундочку. То есть, барак, в принципе, здесь садился для того, чтобы занять позицию в стенке. Но в итоге Maru просто оставил в стенке огромную дыру. Он улетел этим бараком на мейн. И он не закрыл стенку, зная, что на карте уже есть собаки со скоростью. Вот Maru, на самом деле, это абсолютно гениальный игрок. Но неоднократно в течение своей карьеры Maru допускал, ну, настолько грубые ошибки, что даже... Не знаю, вот, ну, вот как, как вот это прокомментировать, то, что мы только что видели. Вот, вот это что? Это стенка, что ли? Вот это. Это... Да, гелионы проехать не могут, действительно. Но линги-то, блин, ну, тут невооруженным глазом понятно, что линги могут пробежать. Это не нужно быть экспертом для того, чтобы понимать, что линги здесь пробегут. Совершенно отвратительная ситуация. Да, Maru сейчас закрывает этот саплай, но... Безусловно, он потерял безумно много. Он потерял огромное количество СВ. Он потерял огромное количество времени на добычу. Здесь летит оверлорд-разведчик, и... Maru, мы видим, дальше не в циклонов каких-то идет, например. Он идет в мины. Он идет в мины, то есть дальше он будет переходить в пехоту, а пока немного подропает мины. На самом деле, если бы Maru вот в этой ситуации пошел в циклонов, то остановить этих роучей вполне было бы реально. Вот представьте, тут 4 циклона и медленные роучи нападают. Мне кажется, Maru бы таким образом как минимум выровнял игру, а может быть и получил бы преимущество. Но Maru играет по старинке, циклоны, это все для слабых. У нас тут появляются дела поважнее. Мы будем дропать мины, а что там роучи? Черт с ними, с роучами. Да, дроп мин летит. Летит на мейн Солара, но Солар уже видел эти мины, то есть он даже споры поставил. Ну и тут приходят, собственно, тараканы. У Maru нет вообще ни одного боевого юнита на базе. И вот так вот, допустив грубейшую ошибку со стенкой, Maru проигрывает второй сет, а после него он проигрывает в макро третий сет Солару. 0-2 против Скарлетт, 1-2 против Солара. Maru просто катапультировался с третьего сезона GSL 2023 года. В общем, откровенно говоря, повис в воздухе вопрос, что случилось с чемпионом, как это вообще вот так взять и... Ну ладно, Солару 1-2 проиграть, но проиграть 0-2 Скарлетт, а Солару дело-то не в счете, и не в том, как складывалась, например, третья игра. Там, в принципе, был такой довольно стандартный билд, и просто мидгеймовый пуш, от которого Солар уверенно отбился. Но второй сет, это что вообще было? Какая-то максимально небрежная игра, отсутствие стенки, и после этого... Да, наверное, Maru хотел дропом мин, типа, отыграться, он понимал, что позади экономически, но в такой ситуации, ну, мне кажется, прям имело смысл инвестировать в Сиклонов. Вообще, прям вот интересно по итогам просмотра этих игр. А Maru как вообще на новом патче там поиграл? Нормально? Потренировался? Потому что большинство прогеймеров, в том числе корейских, уже довольно давно на новом патче тренируется. Не знаю, насколько сейчас Maru мотивирован. Опять-таки, что с ним случилось, это, мне кажется, отдельный вопрос, на который у нас, откровенно говоря, не будет нормального ответа. Но пока факт остается фактом. Maru занял последнее место в группе. Давненько такого не было. Но Maru после своих многочисленных побед на GSL не сможет обновить свой собственный рекорд. Останется пока семикратным чемпионом GSL. И, естественно, не сможет ни повторить, ни побить вот тот свой невероятный рекорд с четырьмя победами на GSL подряд. Здесь вот все остановилось на показателе в 3. Ну и сейчас мы с вами посмотрим, уже абстрагируясь от дел Maru, который, опять-таки, занял в этой группе последнее место, посмотрим, как сыграли победители стартовых противостояний. Scarlett, которая переиграла Maru 2-0, и Creator, который справился с Solar. Сейчас мы в матче виннеров, в матче верхней сетки. Здесь счет 1-1 в битве с Scarlett и Creator. И третий решающий сет мы смотрим прямо сейчас на карте Hecate. Здесь Creator удается просто превосходное начало. Удается забрать 5 дронов стартовыми адептами. Это просто великолепный старт. Scarlett, естественно, после такого старта от Creator находится в отставании. Ну и отметим, что Creator играет, в принципе, похоже на предыдущий патч. То есть это Stargate в Оракула. Но пока всего одного Оракула отметим. Дальше Void Ray. Это юнит, которого скорее старались избегать в течение последнего времени. Протос и Оракул, кстати, тоже весьма результативен. Несмотря на то, что его встретили две королевы, вообще не смутило это Creator. Creator смело Оракулом вонзился буквально в минеральную линию Scarlett. Ну а здесь Scarlett отдала несколько собак ради того, чтобы задержать и отменить третий Nexus соперника. Однозначно этот мув в плюс. Еще в плюс для Scarlett то, что уже идет активно распространение крипа. Здесь как бы не так-то много криптуморов в ряд нужно для того, чтобы прийти на половину карты соперника. Ну и быстрый Evolution. Так что вот, знаете, больше интересно не как Протосы на новом патче будут играть, а как Зерги. Потому что самые популярные стили игры, вот с быстрым плюс один на коготь, соответственно, дальше плюс два на коготь с бейнингами, понерфили довольно-таки сильно. Прежде всего, конечно, тут важно то, что бейнинги теперь с плюс два на коготь не будут уничтожать рабочих с одного взрыва. Но достаточно важно и то, что у бейнингов меньше хп будет. Поэтому, возможно, Зергам нужно искать какие-то новые методы, новые способы игры. И тут любопытно будет взглянуть на то, какой план у Scarlett. Твой Дрей, посмотрите, как нагло прилетел, наплевал на то, что там Спора, наплевал на то, что там Королева, а Оракул в это время стазисной ловушкой заморозил кучу дронов и пару королев. Криэйтор просто великолепно выглядит и в этой игре демонстрирует, что ничего особенного. Такого прям в Scarlett не было. По крайней мере, вот пока в дебюте он очень здорово Scarlett переигрывает. Отданный Оракул это уже прям откровенная ошибка, но что ж. В ней, прямо скажем, нет ничего страшного, с учетом того, что Криэйтор продолжает великолепно смотреться по экономике. Вот если посмотреть на ситуацию по добыче, вы видите, она прям говорящая, очень говорящая. Криэйтор еще здесь, пару адептов разместил слева у него, пара адептов. Он старается быть очень активным на карте, несмотря на то, что вроде у нас стандартная макроигра, и здесь всех дронов Scarlett приходится срывать. Вроде вот буквально пара адептов, и вроде Scarlett даже была готова, но все равно они урон нанесли, понимаете? И здесь адепты тоже пытаются проникнуть. Криэйтор очень здорово пользуется особенностями новых карт. Вроде, ну тут нет ничего такого экстраординарного, но вот он знает, как слева тени пустить, как справа зайти, как в Идреем прилететь, как Оракул он прилететет. И посмотрите, какой прекрасный урон он наносит. Здесь какая-то вообще малипусенька армия пошла, я не знаю куда. Но Криэйтор очень смело чувствует себя на карте. Еще одного дрона удалось забрать. Посмотрите на эту армию, ну что это вообще, блин, такое? Еще два зилта сюда пошли. Прям настолько уверенно чувствует себя Криэйтор, он еще одного Оракулу построил. И вот буквально несколькими юнитами он там пытается куда-то выдвинуться, но тут замечает Криэйтор, что Scarlett построила еще серьезное количество лингов. Эти линги с плюс-один, а Коготь обратите внимание, Криэйтор успел еще двух Оракулов достроить. Несмотря на то, что они вроде там не участвовали ни в каких заварушках, внезапно вот эти Оракулы действительно очень в тему оказались. Они все это время, похоже, просто копили энергию и использовали ее по делу. И здесь Оракул, похоже, ворвался и забрал четырех дронов. Ну, Криэйтор просто безупречен. Криэйтор сейчас идет вперед, у него есть семь варп гейтов. И он просто пытается поймать Scarlett на моменте, когда та раскачивала четвертую базу. Она действительно четвертую базу раскачала. И там уже заказывается просто гигантское количество роучей. Но пока они все не успели, Криэйтор врывается как раз по готовности чарджа. Плюс один на атаку будет буквально вот-вот. И Криэйтор там варпает юнитов, каких получится. Там какие-то сталкеры доварпаны, зилоты подошли. И тут Вуидрей присоединился к этой заварушке. Оракул здесь рядом. И в любой момент может включиться, когда в этом будет необходимость. Спорой перекапывается Scarlett просто для того, чтобы дополнительный урон Вуидрею наносить. Который уж больно эффективен в уничтожении роучей. И Криэйтор неужели вот прямо сейчас Scarlett пробьет? Scarlett начинает терять дронов на натурале. Здесь продолжается доварп прямо на поле боя. Криэйтору тяжело деньги потратить. Он дома там уже заказал плюс два на атаку. И еще и Мортала. Потому что, ну только доварпами с семи гейтов, конечно, тут невозможно разрулить. Криэйтор продолжает здесь драться. Продолжает контролить. Но видно, что Scarlett уже накопила какое-то количество роучей, которое заставит Криэйтора ретироваться. У Scarlett остается четыре хаты. У Scarlett остается 62 дрона. По числам это, конечно, не так уж и плохо. Лимиты равны. На самом деле, несмотря на то, что Криэйтор, конечно, нанес огромный урон Скарлетт, сказать, что он прям уже победил, вообще нет. Вообще нет. У Scarlett хватает баз. У Scarlett хватает дронов. Криэйтор, правда, очень быстро раскачал себе четвертую базу. У него 78 проб. Он добавляет еще гейты. Он продолжает безостановочно строить имморталов. Что тоже, безусловно, важно. Потому что повышение качества состава армии, это прям сейчас приоритет номер один для Протаса. С учетом того, в каком стиле здесь играет Scarlett. Scarlett, ну, непонятно, какая изначально была задумка. Но сейчас она просто пытается извлечь максимум из текущей ситуации. После того, как она потеряла натурал, она не построила вообще ни одного дрона. Она вот одного дрона превратила в хату. А так у нее был 61, дрон 61 и остался. Она строит огромный боевой лимит, который действительно больше, чем боевой лимит Криэйтора. И она попытается Криэйтора продавить вот такой лобовой атакой. У Криэйтора как раз доделал сыграть плюс 2 на атаку. Он вновь очень смело действуя вышел вперед, отбросился с шикарными форсфилдами. И даже нет плюс 2 на коготь у Scarlett. Ну, он уже, возможно, и не настолько важен в такого рода играх. Но все равно бейнинги будут меньше урона наносить. Криэйтор успел 7 имморталов построить с одного роботикса. И он ни одного иммортала еще не потерял. Настолько качественная армия у Криэйтора. Сейчас, конечно, имморталы уже потихоньку теряются. Но они успели нанести много урона. И 4 ма все еще остаются против всех этих роучей, которых построила Scarlett. До варпываются сталкеры, у которых пока нет блинка. Но которые все равно могут здорово повоевать. Тут под прикрытием фотонок и батареи. Криэйтор просто на контроле варп призмы. Пытается сейвить своих иммов. До варпывая чардж зилотов. Там подошел еще один иммортал. От Scarlett подбегают собаки. Но Криэйтор продолжает джонглировать имморталами при помощи варп призмы. Продолжает делать до варпы, при том, что даже не удается полностью потратить деньги. И еще при всем при этом, здесь было забегание зилотов прямо по ходу сражения. Посмотрите на эту хату и посмотрите на количество дронов у Scarlett. Криэйтор успел еще и контратаковать во время этой затяжной баталии, от которой невозможно было отвести взгляд. Криэйтор какую-то совершенно фантастическую, выдающуюся игру показывает. При этом я бы не сказал, что он как-то, знаете, очень круто пользуется особенностями нового патча. Он просто все великолепно исполняет. Но Зергу, конечно, теперь сложнее исполнять все, что придумывалось раньше. Ну, здесь еще, конечно, вопрос, насколько вот сказывается сильное начало игры. Потому что, мне кажется, Криэйтор прям откровенно переиграл Scarlett в дебюте. Ну и вот Бейнлинги. Несколько ослабленные Бейнлинги пытаются помочь Роучам и Зерлингам. Вообще ничего не получается здесь у Scarlett. Абсолютно. Это тоже атака, которая не увенчалась успехом. Экономика Криэйтора просто неприкасаема. За всю игру, несмотря на всю агрессию, Scarlett, Криэйтор потерял всего 5 рабочих. Scarlett приходится отступать и раскачивать экономику заново. Она понимает, что на той экономике, которая у нее была, нет вообще никаких шансов. Криэйтор же делает уже плюс 3 на атаку. И теперь с двух роботиксов строит колоссов. Для того, чтобы дополнительно усилить состав своей армии, дополнительно его улучшить, Криэйтор делает ставку на робо-юнитов. И мы видим, что никаких дизрапторов, например, нет в его составе армии. Он не испытывает от этого никакого дискомфорта. Здесь сталкеры опасно приблизились к хэтчере, которая там на лоу-хпс. Конечно, сталкеры могли бы попробовать даже ее фокуснуть, но не стал слишком рисковать Криэйтор. Здесь призма снова с двумя имморталами. Криэйтор, конечно, очень высокий темп пытается задавать, но посмотрите на среднее АПМ Scarlett. 544 на 288. Scarlett, конечно, сумасшедшую скорость демонстрирует. Криэйтор тут продолжает работать над колоссами и морталами. Его армия все качественнее и качественнее с каждой минутой, но Scarlett при этом с каждой минутой все лучше чувствует себя экономически по сравнению с тем, что было раньше. У нее 5 хат, все раскачаны. Вместо роучей тут уже больше реведжеров. Соответственно, армия более качественная и даже удается поймать группу сталкеров. Первый по-настоящему удачный момент для Scarlett. Scarlett, а Ракула она тоже сбивает. На самом деле это вот прям первый очень удачный эпизод за несколько минут, который может подарить надежду для Саши. Но Криэйтор, как мы видим, похоже полон решимости выходить в атаку. Он получил 4 колоссов с дальностью, 5 имморталов и очень хорошее количество дополнительных саппорт-юнитов. Призму пыталась делать до варп на мейн, там Scarlett удалось отбиться, и теперь она может сфокусировать все свои усилия на отбите от лобовой атаки. Криэйтор вообще не спешит, спешить ему абсолютно некуда. Здесь, посмотрите, сталкеров вроде окружили, но в итоге получилось так, что колоссы просто в хлам сжигали тот Лингов. Колоссы даже Бейлингов себя так охотно приняли, абсолютно без каких-либо проблем, еще куча архонов подошла. Scarlett в это время контратакует лингами, Криэйтор делает забегание зилотами. Тут куча экшена на разных фронтах для Криэйтора. Это действительно весьма неприятная контратака, но Scarlett тоже теряет очень много на этих зилотах. Ей пришлось эвакуировать целую базу. Здесь, Scarlett, страшно, что Криэйтор пойдет в атаку. Ну, Криэйтор никуда не спешит. Криэйтор тут еще призмой с колоссом решил подразнить армию соперника, сжег одного реваджера. Но Криэйтора просто не остановить, ребят. Криэйтора просто не остановить. Он действительно продолжает сумасшедший темп выдерживать. И здесь зилоты, похоже, хотят просто зафокусить хэтчери. Ну, или оставить ее на таком количестве хп, которое бы уже не помогло. Scarlett в итоге хату удалось забрать. Scarlett снова на четырех базах. А Криэйтор уже на пятой. На пятой вовсю добывает. И Scarlett понимает, что добычу здесь надо обязательно остановить. Иначе кино не будет. В это время здесь вы посмотрите, что вообще вытворяет Криэйтор. Просто сумасшедшее количество стазисных ловушек, которые не дадут возможности Scarlett нормально напасть на это войско. И у Криэйтора тут сталкер с одиннадцатью убийствами, который специально прыгает в бейнингов для того, чтобы те в него взорвались. Но это было красиво, конечно, но это в итоге не сработало. Но Scarlett снова безуспешно нападает на пятую базу. Там куча энергии у Оракула. Был включен Шилдбет, Реверчардж. А здесь Криэйтор специально ждал этого момента, когда попадутся Роуч и Реведжеры в стазисную ловушку. И можно будет вот так при помощи искусственного форсфилда нападать. Нападать, занимая великолепную позицию на хайграунде. У Scarlett нет ни единого шанса против этой армии. И Криэйтор просто блестяще переиграл Scarlett вслед за Соларом. Занял первое место в группе. Ну а Scarlett в итоге проиграла ЗВЗ Солару. И таким образом заняла третье место в группе. Криэйтор и Солар прошли дальше. Самое время посмотреть, как идут дела в группе B. Где нас ждут битвы двух тернов и двух протасов. Первый терен в этом квартете Кьюр. Слева сверху на карте Голденаура. Справа внизу красный протас Статс. Который, как мы видим, поехал на разведку. И что же он увидел? Видел, что соперник идет в два прокси-барака. Статс тут же реагирует. Тут же отправляет вторую пробку в бой. Думал было поставить второй гейт, но передумал Статс. Ну а сейчас он двумя пробками попытается сделать все. Для того, чтобы Кьюр не смог достроить этот барак. И Кьюр... Кьюр сдается. Кьюр не будет достраивать барак. Он отправил из Сиви домой. И дома у него уже ставится новый барак. Кьюр планировал сыграть в два прокси-барака. В итоге ничего не получилось. И Статс, конечно, чувствует себя просто превосходно в этой ситуации. Он решил, правда, не в какой-то быстрый Нексус из-за этого пойти. А наоборот. Сыграть агрессивно. Кьюр пользуется этим. И ставит здесь инженерку. Просто... Просто сумасшествие. Какой это Кьюр. Хотел сыграть два прокси-барака. В итоге... Приходится ставить барак дома. Но здесь он все равно ставит инженерку. Для того, чтобы соперника не было быстрой базы. Мне, кстати, кажется, Статс ошибся. Вот вместо более быстрого второго пилона и Зилота... Надо было ставить Нексус. Там хватало денег до того, как эта инженерка была бы поставлена. Я думаю, что Статс был бы в более выгодном положении. Но, конечно, у Статса не было полной информации. Могло бы такое, что у соперника, там, я не знаю, барак раньше. Более того... Могло бы такое, что Кьюр бы поставил командный центр сразу на лоу-граунде. И тогда вот то, что делает Статс, это прекрасный билд для того, чтобы наказать наглого Терана. А то, что предлагаю я, привело бы не к лучшей, скажем прямо, ситуации. В которой Статс вполне вероятно был бы вообще позади. С очень наглым командным центром от Кьюра. Здесь Статс пытается вот как раз оказать давление на соперника. Был бы ЦЦ внизу. Тут Кьюр бы проиграл сразу. Потому что вообще непонятно, как командный центр достраивать-то. Против потенциально двухадептовые Зилоты, когда у тебя Риппер и два Марика заказаны. В итоге Кьюру приходится пользоваться услугами нового Циклона. Непонятно, хотел ли он его заказывать или нет. А может он вообще хотел фактойно на реактор перелетать. Тут пока непонятно. Но, конечно, когда тут врагу ворот особо не перелетишь на реактор, этот Марик очень сильно пожалеет о том, где он появился. И это, конечно, ошибка от Кьюра. Да, вот так ролепоинт, если бы он поставил на лево вверх, то оба Марика бы появились где надо. Кьюр в итоге добавляет второй, третий барак. Статс, отметим, увидел второй. Третий он увидеть уже не сможет. Он отступает адептами. Здесь у статса стенка, через которую Рипер никак не пролетит. Рипер запрыгивает, обнаруживает это. Вау! И вот так! Вот так красиво врывается. Видали? Видали какой трюк? Запомнили, как его делать? Рипер здесь, бомбочка здесь. Ну, респект, респект. Такие маневры, конечно, всегда любо-дорого посмотреть. За это мы и любим корейский Старкрафт. Вот есть какие-то вещи, которые даже, ну вот, мне кажется, топовый европейский. Терны, Клемм, Хермарин не делают. Не знаю, не могут, не умеют, не хотят, не делают и все. И вот такие маневры Риперами, конечно, это прям вах. Добился ли что-то сверхъестественного к Юре этим маневрам? Да нет, конечно. Он так и не увидел вообще ни одного технологического здания. Он абсолютно вслепую играет. Но, по крайней мере, мы с вами прекрасно понимаем, что он попытался получить информацию. Статс идет в третий Нексус. Статс добавляет Робот-Икс-Бэй. Статс в хорошем положении в этой игре. Вообще, конечно... Это Кьюр уже на Апсервер реагирует? Да-да-да, это он уже реагирует на Апсервера. Вы посмотрите на него. Просто ждет 50 единиц энергии на скан. И... Как только вообще активной стала иконка скана, он сразу же нажал, сразу же просканил. Вообще, конечно, Кьюр. Просто монстр. Статс вот как раз-таки... В свое время Статс был абсолютным монстром в мире Старкрафта. Доходил до финала в чемпионаты мира. Побеждал на GSL. Но Статс уже все-таки этот возраст берет свое. Во-первых, во-вторых, он там в армии был. Делал большой перерыв. И, опять же, возвращаться после армии, это такое дело не самое простое в мире корейского Старкрафта. Понятно, что у них, как бы, служба в армии, это совсем не то, что сейчас у нас в Украине, например. И Статсу... У Статса там наверняка была возможность периодически так возвращаться домой и поигрывать в Старкрафт. У наших ребят сейчас максимум есть возможность иногда смотреть ролики, пользуясь случаем. Я еще раз не могу не напомнить для всех, кто сейчас защищает Украину, что у нас действует бессрочная акция, в рамках которой мы открываем доступ ко всем спонсорским видео, всем воинам ВСУ. Для этого надо просто написать мне на почту alex007-sobaka-cleverpress. Очень важно именно на эту почту. Не на ту, которая там... О канале для коммерческих предложений. Потому что... Ту почту я не читаю. Та почта для агентства. А вот почта, собственно, моя. alex007-sobaka-clever.press Это та почта, на которой вам ответят и откроют доступ к видео. Кьюр. Кьюр собрал очень неплохую армию, пытается развести, статься на два фронта. Вот такой наглый дроп на мейн. Ну, видя, что соперник реагирует, Кьюр просто разворачивается. Дома у Кьюра ставится третий командный центр. Ну и мы видим, что он с трех бараков строит пехоту. То есть тут нет какого-то прямо улына. Нет какой-то сверхсерьезной ставки на то, что его дропы добьются мега жесткого результата. Какого-то здесь попытка забрать кибернетку. Колосс расстреливает пехоту. Но с учетом того, что у Колосса нет дальности, тут статсу приходится быть очень осторожным. И Кьюру удается какой-никакой урон нанести. Здесь еще одна группа юнита врывается. Но мы видим, что вообще без проблем статсу удается отбиться. Ничего себе, тут мина какая-то была. В этом дропе была мина. И она мало того, что высадилась, закопалась. Она целых пять рабочих забрала. Ну, Кьюр так прям солидно удерживает статсу дома. А статсу пытается, конечно, держать удар. Но видно, что он прям не успевает за темпом соперника. АПМ у Кьюра повыше. И скорость тоже находится на очень высоком уровне, прямо скажем. Скорость вот всего, что он делает в этой игре. Статсу такой наглый обсервер здесь висит. И дает понимание, что оппонент продолжает делать ставку именно на массовые дропы. И очень хороший скан от Кьюра. Полное понимание того, где находится соперник Кьюр. Вот так в итоге делает. Он высадил только мины. Но не удалось развести статса. Статс понимает, что надо как-то снимать с себя это давление. Уж больно жестко. Оппонент его прижал к собственным базам. Так Терран может и 200 лимита собрать, пока протас будет думать, как ему вообще с мейна выйти. Поэтому статс отправляет варпризму на половину карты соперника. Здесь еще одно забегание от Кьюра. Тоже мины есть в хорошем таком количестве. Но статс вновь грамотно отработал. Ой-ой-ой. Переместил сталкера и сплэшем колосса выбил мину. Красавчик статс. Очень грамотное исполнение. Мы видим, летит варпризма на мейн. План статса, мне кажется, здесь очень простой. Статс пока сидит, отбивается и терпит. Но его задача это резко... Как же статс постоянно это проворачивает? Его задача резко сейчас перевести игру на мейн Террана. Просто каким-то одним дропом зилотов. И как только Терран начнет от этого отбиваться, статсу желательно разгромив вот один из дропов, одну из армий Кьюра. Сразу же перейти в массовое наступление. Здесь статс справляется с задачей. Здесь зилоты действительно очень даже недурно размениваются. Теряются ССВ в большом количестве. Но главное варпризму не потерять статсу. Статс сохраняет зилота. Улетает призмой. Готов четвертый Нексус. Конечно, сумасшедшее напряжение здесь Кьюр продолжает летать массами медиваками. Продолжает действовать очень нагло. Статсу непросто бороться со всеми этими медиваками. Пытается именно медиваки добить статс. Потому что добивая медиваки и делая невозможным спасение пехоты, ты, конечно, сразу снимаешь с себя серьезную часть давления. Оказываем его Тераном. У статсу уже почти 200 лимита и 2-2. По хорошему Протасу надо драться. Очень надо драться прямо сейчас. Теран, наоборот, делает паузу, потому что у него 2-2 еще не готовы. Но сейчас Теран прекрасно видит, где находится основное войско соперника. И выманивает его сюда, далеко налево-вниз. Просто кайтит здесь Кьюр. Кьюр, наступающее войско Протаса. Даже можно попробовать Колосса какого-то отжать. И в итоге улетает Кьюр. Спасается бегством. Просто великолепно он растянул войско Тоса. Заставил идти по очень неудобному маршруту. А в это время, в это время Кьюр нападает в лоб. И здесь, конечно, просто страшная ситуация для Статца, который тут же отменяет производство новых роба. В это время Статца уже врывается сам на натурал соперника. Начинается размен. Здесь у Статца, внимание, есть сентри. Можно действительно отброситься в Форсфилд Дом. Не дать сопернику так просто подняться. Но, конечно, тут есть медиваки, которые делают передроп. Что произошло? Куда-то... А куда делись Колоссы вообще? Секунду, секунду, секунду. В армии Протаса были Колоссы. Три Колосса. Они пошли домой? Колоссы просто пешком возвращаются домой? Ой, что делает Статца? У Статца, кстати, есть мана на рекол. Тут просто пешком пришли Колоссы. И что это такое? Один сразу уничтожен. Высаживается Дизраптор. Окей, окей. Это хорошее попадание. Но у Статца еще куча денег. Он делает даварпы Сталкеров. Почему здесь без прикрытия чего-либо дерутся Колоссы, я не понимаю. Статца решил как будто бы и рыбку съесть, и натурал Терана забрать. Он попробовал отбиться, вернув домой Колоссов. В итоге выжил только один. Даварп там какой-то был. Но в итоге у Статца еще 1600 минералов и 40 пробок. У Кьюра 28 СВ, которых он просто срывает и берет с собой в атаку. У Кьюра осталось 2 орбитальных станции. Он вообще сейчас не добывает добыча у Статца. Но Статц не может потратить деньги. У него активно всего 2 варп гейта. Посмотрите на запас по ресурсам Протаса. И посмотрите на боевые лимиты у Кьюра. Не так уж и много времени. Кьюру прямо сейчас нужен экшен. И он дает этот экшен, нападая вот так на 4 базу Статца. Статц кругом восстанавливает гейты. Блин, мне кажется, надо было тупо варп призмой раскрыться над какими-то из этих гейтов. 10 варп гейтов у Статца. Но сейчас он не может нормально варпать. Он спускается вниз, пока войско соперника не объединилось. Пытается дать бой. Забирает гаста. Второго тоже забирает. Теперь без ЕМП остается армия Терена. Это просто блистательный маневр. От Статца вот здесь. Я правда не уверен, что нужно драться. Статц теряет варп призму. Статц дерется без шилдбет. Реверчарджа. 1200 минералов у Статца. Надо варпать срочно. Варпы зилотов какие-то пошли. Но Статц просто не может все свои деньги потратить. Как же обидно. Протосу капец. Мне кажется, просто не давать вот это сражение. И возможно варп призму разложить над гейтами. И Статц бы мог отбиться и переиграть Кьюра. Но в итоге именно Кьюр забирает красивейшую партию на Голдена Аура. Знаете, что мне очень нравится в новом ладдерном сезоне и в новом сезоне GSL? Вот маппул из девяти карт сразу создает намного больше разнообразия. Вот мы сейчас вместе с вами смотрим уже пятую игру. Сегодняшнюю, да. И это пятая карта. Первый сет смотрели на Сайдельта. Мару против Скарлетт. Потом Мару против Солара. Это на Алкионе. Потом мы смотрели на карте Хикейт битву Крейтера и Скарлетт. Далее четвертый сет на Голдена Ауре. И сейчас Соларис. Банни и Найтмэр. Это еще два представителя группы Б. Собственно, битва Кьюра и Статца, которую мы посмотрели на Голдена Ауре. Это было довольно близкое противостояние. Но в итоге это было противостояние между игроком, который занял первое и последнее место в группе. Кьюр достаточно ожидаемо был первый в этом квартете. Статц оказался последним. Опять-таки он все же очень далек от своей чемпионской формы. Ну и, наверное, это не должно сильно удивлять. А вот за второе место как раз соперничали Банни и Найтмэр. Найтмэр, синий Протас в левом нижнем углу на Соларисе. И посмотрите, Прокси на этот раз от Протаса. В предыдущей игре мы видели неудачную попытку Терна поставить Прокси и сыграть Прокси буквально в самом начале ПВТ-противостояния. Но сейчас Банни и Найтмэр, соперничающие за второе и третье место, показывают нам совсемной расклад. Терран не разведывает. Терран играет слепую. А Протас собирается сейчас устраивать очень серьезные приключения своему сопернику. Он построил зилота. Бустятся два сталкера, один из Прокси Гейта, один из Гейта дома. И посмотрите, как красиво Найтмэр пытался выманить этого Рипера на пробку. Но в итоге Рипер увидел зилота, Банни ставит бункер. Однако, боюсь, поздновато приходится Банни выводить. Просто огромное количество СВ и цель Террана ясна. Он просто пытается достроить бункер. Это его единственная цель, которую, соответственно, очень не хочет Найтмэр, чтобы Банни достиг. Минус 4 СВ это пока вообще не то. Минус 5 может быть. Но там уже Рипер и Марпех. У Найтмэр только поставлен Нексус. Если честно, мне кажется, 5 СВ это вообще недостаточно для такого пуша. И там уже заказан Циклон. Конечно, протосам тяжело такие пуши реализовывать против нового Циклона. Сразу у Тернов появляется быстро дополнительный инструмент для ДПС. Да, Найтмэру уже нужно перестраиваться. Он ставит Твайлайт, перестраиваться он будет в Блинк. Вообще сейчас интересно, как вот этот Циклон будет с этими Сталкерами воевать? Два Сталкера, смотрите, в каком интересном месте оказались. Так, Циклон вцепился. Сталкер пытается убежать. Сталкер не убегает никуда. Но успевает нанести немного урона. Циклон в итоге и второго Сталкера убивает. И за третьего пытается зацепиться, но не успевает. Но Циклон все равно на двух Сталкеров разменялся. Насколько же эти Циклоны хороши. Банни делает еще одного. Почему бы и нет, в конце концов. При таких-то раскладах. И в итоге вынужден ставить батарейку. Дома Найтмэр вынужден отступать. Здесь заказывается еще один Сталкер. Пока не готов грейд на варпы. Этот гейтвей больше не произведет ни одного юнита. Если, конечно, эти Сталкеры не настолько смелые для того, чтобы запрыгнуть на Циклона. Ну-ка! Банни пока решил не наглеть. Тем временем врывается Риппер на Натурал Найтмэра. На незащищенный Натурал сразу минус пробка. Очень плохие дела Протаса. Банни просто вчистую переигрывает соперника. Не удался в итоге. Агрессивный дебют Найтмэр. Да. По числам вроде оно неплохо выглядело. Но по факту мы видим. Натурал Протаса только-только заработал. Туда сразу ворвался Риппер. У Терна командный центр на Натурале работает давным-давно без малейших проблем. Найтмэр позади. Но посмотрим, удастся ли ему отыграться. Банни прилетает с Трапортом на техническую лабораторию. И делает Рэйвена. Рэйвена, который, напомним, не имеет Матрицы Прерывания. Если для него не заказать дополнительный апгрейд. Ну а тут Пушу восемью мариками и двумя циклонами. Но как же перехватило в итоге Найтмэр этот медивак. Ай-яй-яй. Банни разом едва ли не все свое преимущество отдает. И циклонов еще разобрал Найтмэр. Циклоны тут вообще особо себя не проявили. Банни заказывает как раз-таки грейд на Матрицу Прерывания. Ой-ой-ой, а здесь у него уже блинк на шесть сталкеров. И там всего один Рэйвен и марики в бункере. И больше ничего нет. Если бы у Найтмэра оставался, например, этот Прокси Гейт. Или хотя бы Прокси Пилон для Доварпа. Или Призма, да, которая сейчас подлетает. Мне кажется, Банни был бы вообще бедный. Как же тут интересная игра развивается, да? Вроде только что оказалось, что Банни этот вообще уже в огромном преимуществе. Но Найтмэр тут же все развернул таким шикарным перехватом медивака. Кстати говоря, четыре Варп Гейта у Протаса. Так что Найтмэр вообще довольно серьезно относится к потенциальному пушу блинк сталкерами. Но у Банни здесь... У Банни вообще-то тоже очень серьезная какая-то атака. Он с пяти бараков с двух бас собирается пушить. Вау! То есть у нас блинк сталкер из четырех Варп Гейтов против пяти бараков от Терана с двух бас. Вот так смело играет Найтмэр, прыгает, забирает танк. Второй танк есть на хайграунде, но тут Найтмэр, конечно, красиво мигрил, но мне кажется, не суперэффективно. Эффективнее было бы, если бы он бункер в итоге забрал. Так, там танк разложился уже на натурале и приходится Найтмэру разворачиваться. Что здесь? Здесь в это время Рэйвен, похоже, прилетел. За счет Рэйвена удалось забрать три пробки, после чего Рэйвен Банни возвращается домой. Для Банни, конечно, все еще опаснейшая ситуация. И Рэйвен, ну как же так, Банни? Рэйвен на ровном месте совершенно здесь отдан. И зря в итоге делался для него апгрейд. Банни успевает забрать апсервера. Важнейший для Терана фраг. Найтмэр в итоге заказывает чардж. И добавляет еще гейты. Это все еще две базы на две базы от Банни и Найтмэра. Найтмэр запрыгивает сталкерами по шифт-блинку на мейн. Там еще не готов стим. Поэтому для Банни это, конечно, не самая приятная ситуация. Но стим прямо вот-вот доделается. Совсем чуть-чуть осталось танки. Сюда раскладываются. Здесь призма, кажется, попытается высадить зилотов прямо на танки. Пока там сталкеры воюют с морпехами. Просто великолепное исполнение от Найтмэра. Найтмэр далее зилотов довозит до натурала. Туда куча морпехов было вынуждено убежать. Из-за чего сталкеры, возможно, разменялись чуть лучше, чем должны были бы. И у Терана остается 31 ССВ на 43 протасовских пробки. Но протас при этом на двух базах. Протас ставит темплара рахивы. Теран идет вперед всем своим огромнейшим войском. Протас встречает его блин к сталкерам. И здесь рядом с зоной ускорения для того, чтобы немного покайтить. Просто сумасшедший, сумасшедший везучий, казалось, сталкер. Но в итоге такие добили его морпехи. Сканит сейчас наперед. Банни пытается понять, какой у соперника планы. И СВ тоже поехали у Банни. Но призма же здесь осталась. И Найтмэр делает доварп шести зилотов. А тут тянет время форсфилдами. И там архивы есть. Срочно надо варпать Архона. Архона буквально одного против всех этих мариков и СВ. Под шилдбет реверчарджем. Срочно Архона. Найтмэр варпает зилотов. Атаку, но ему Архон нужен прямо сейчас. Пробиты камни. Кого? Кого варпает Найтмэр? Найтмэр варпает зилотов. Да куда же? Как? Как и почему он не варпает сейчас? Хайт импларов не превращает их в Архонов. Зилоты выбили. Все. Зилоты выбили. Все. 65 лимита на 93. Боевые лимит равны 50 на 50. Отдает пробок Найтмэр, чтобы выйти из саплай блока. Грамотно. И надо наконец-то, наконец-то варпать Хайтемпларов. Что и делает Найтмэр. Бани там достраивает каких-то мариков. Но все они просто становятся жертвой зилотов. Даже бункер здесь им не поможет. Найтмэр потерял Нексус на натурале. Его это не пугает. Здесь можно Реколом уйти. Можно Реколом уйти. Надо прыгнуть сталкерами и увести основную армию Реколом. Здесь уже не подраться. Здесь не подраться. Без Архонов пытается напасть Найтмэр. Но там ICV на халде, на рампе, на хайграунде. Найтмэр начинает драться. Зачем? Зачем он дерется? Я ничего не понимаю, что делает Найтмэр. Надо просто жить. Надо просто выживать. Он отблинкивается частью сталкеров на мейн. Пытается уйти. Ну где Рекол? Пошел Рекол, но слишком поздно потерянный сентр. И Реколом ушло только пара зилотов. Там брошен мул, кстати. Банни пытается продолжать как-то добывать. Найтмэр, конечно, на диких нервах играет. Но у него сейчас больше боевого лимита. И он все еще может варпать. Он все еще добывает. Преимущество по армии уже ушло у Протаса. Протас, игнорируя бункер, просто бежит с зилотами домой через всю карту. Ну да, потому что Рекол уже был потрачен. И этим Реколом слишком мало юнитов было спасено. Еще одного зилота варпает Найтмэр. Был бы еще Гардиан Шилд хотя бы для этой армии. Надо нападать, но там не успевают подбежать зилоты. Сталкеры прыгают вперед. Архоны наконец-то подступились. То, что танки постреляли по архонам, не помогло. А вот марики, да что такое Найтмэр? Архон на муве прошел. Как же нервничает Найтмэр. Сколько ошибок в партии, которые, мне кажется, спокойно можно было бы выиграть. Найтмэр ее проигрывает. И Банни побеждает в этом противостоянии на Соларисе. Какие же игры на GSL? Какие нервы? Банни вышел победителем. И Банни занял второе место в этой группе. Так что по итогам групп А и Б. Протас Криэйтор, Зерк Солары. Два терра на Кьюр. И Банни вышли в плей-офф. Посмотрим, что будет дальше на сегодня. Все, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, делитесь отзывами в комментариях. Подписывайтесь на канал. Для вас работал Alex007. До новых встреч. Всем пока и удачи. Услышимся.